Здравствуйте, уважаемые друзья! Прислали мне на обзоры наши друзья из Поднебесной новенький смартфон Unihertz Luna. Что можно выделить? Конечно, сразу бросается в глаза задняя крышка, которая полностью взята от Nothing Phone One и блок-камер от iPhone. Всю эту сигнализацию при желании, конечно же, можно отключить. Кроме этого, 256 гигабайт памяти уже в базе, довольно неплохая камера и хороший экран. А сколько минусов я отыскал и что здесь работает очень плохо, давайте смотреть уже в обзоре. Погнали! Быстренькая комплектация продается вот в такой вот перламутровой коробочке, на обратной стороне, как обычной характеристики смартфона. Внутри все просто и стандартно. Собственно, сам смартфон, защитный силиконовый чехол, волшебная коробочка с инструкцией и скрепка для включения лотка SIM-карт, кабель зарядки, самые обычные, самые стандарты и блок питания всего лишь на 18 Вт. Цветовое решение, либо как у меня на обзоре белое, либо есть еще черный вариант. Рама корпуса металлическая, грани прямые, что спереди, что сзади нет никаких круглений. Задняя крышка стеклянная, как утверждает производитель, но стекло здесь точно не Gorilla Glass, а Panda King Glass это такой их местный производитель, типа как китайский аналог, только подешевле. Отпечатки пальцев остаются, но на белом их совершенно не видно. Модуль камер тройной, выпирает не сильно, стандартный силиконовый чехол, который есть в коробке, спокойно защищает камеры. Рамки узкие и смотрятся, если честно, хорошо. Нижняя чуть больше, чем обычно, верхние боковые маленькие, фронтальная камера врезана в левом верхнем углу. Защитная пленка наклеена сразу с завода, лоток под две SIM-карты, без возможности использования SD-карт, защитной резинки нет, аккуратнее с водой. Что касается разъема, друзья, наверху микрофон, который используется в основном для шумоподавления, разъем под проводные наушники и инфракрасный порт. На левой стороне находятся две умные кнопки, на которых можно задать до трех различных действий, что будет делаться при одинарном, двойном или тройном нажатии. Это могут быть как простые действия, так и открытие любых приложений. Снизу микрофон, вот здесь вот на углу находится немножко нестандартно, да, лоток под SIM-карты, порт зарядки Type-C и динамик. Динамик здесь один, никакого стерео не будет. Ну и с правой стороны здесь все по стандарту. Качельки громкости и сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка срабатывает с задержкой. А вот Face Unlock нет. Информацию по защите, друзья, нигде я не нашел, но и сам производитель на официальном сайте ее тоже не указывает. Габариты смартфона вы видите на экране, вес почти 300 грамм. И этот вес, надо сказать, чувствуется, потому что металл, стекло дают о себе знать. Ну массивность такая, знаете, даже приятная что ли. IPS-дисплей 6,81 дюйма. Разрешение Full HD+. Плотность пикселей стандартная 386 VPI. Стекло Panda King Glass. Повышенной частоты обновления нету, только стандартная 60 Гц. Яркость экрана для IPS-матриц супер высокая. 141 кандел на метр квадратный. Видно все просто превосходно. На улице также видимость нормальная. Белый цвет под углами остается белым и никуда не уходит. Дисплей в использовании оставляет очень приятные ощущения. Яркие, цвета нормальные, есть анимация. Еще хотя бы 90 Гц сюда. Вообще бы тогда замечаний никаких не было. Фишкой данного аппарата, конечно же, является вот эта светодиодная панель. Может светиться в трех случаях. Первое, когда вам приходит уведомление, просто одиночная вспышка, да, свет. Это когда идет звонок, как вот сейчас в данный момент это происходит, будет светиться, пока вы не возьмете трубку. И третий вариант, это режим дискотеки, я бы так сказал, да. Когда у вас играет музыка или вы смотрите там в Ютубе какие-то клипы, то в ритм музыки будут вот эти фонарики. Но я это покажу позже, когда будем разбирать звук. Всю эту подсветку можно очень точно настроить. Выбираем меню LED-подсветка. И здесь ее можно вообще отключить либо включить. Можно настроить, насколько ярко она будет светиться. Здесь тоже такая возможность есть. Далее есть режим аудиовизуализации. То есть, если аудиовизуализация включена, значит во время просмотра Ютуба или во время того, как у вас играет музыка, да, будет тоже светиться задняя крышка. Если вы это убираете, то задние фонарики будут светиться только во время прихода уведомлений или в то время, как вам звонят и музыка на это никак влиять не будет. Можно выбрать режим. Либо будет там вот красный, да, зеленый цвет полностью гореть. Можно выбрать, например, синий цвет, но здесь все это настраивается, да, совершенно там бирюзовый. Либо выбрать случайный цвет, и тогда у вас будет, ну, как повезет, как захочет данная система. Повторяю, настройка тонкая, можно настроить все моменты. Датчик приближения работает отлично, тут вам не Xiaomi. Звонилка установлена от Google, запись вызовов есть, но опять же не гугловская, а от разработчика. Можно сделать, чтобы все писал автоматом, или самому ручками нажимать, когда это необходимо, я чуть позже покажу, где это настраивается. Верхний динамик очень хороший, и окружающий вашего собеседника не услышит. Все бенды, включая 7 и 20, конечно же, на месте. Из коробки работает сразу на 12-м андроиде, работает хорошо, шустро, то есть никаких тормозов нету ни в системе, ни при открытии приложения абсолютно нигде. Я не замечал. Открывается все быстро, шустро, в принципе, ну и 8 гигабайт оперативной памяти по-другому просто не может быть. Даже, как я уже говорил, есть небольшая анимация. NFC есть, и это здорово, можно платить, да, бесконтактными платежами. 5G забыли поставить. Wi-Fi пятого поколения с поддержкой 5 ГГц, соответственно. Bluetooth топовый 5.3, да, еще и с поддержкой хорошего кода KLDAC, что вообще круто. GPS в порядке, позиционирование в норме. А что у нас в процессор? Mediatek Helio G99 на 6-нанометровом техпроцессе. Всем известный и самый популярный, и самый удачный процессор для среднего сегмента. Графический движок Mali-G57 второго поколения, значит в сложных играх все будет не так гладко. В Antutu набирает всего 313 тысяч баллов, хотя данный процессор может набирать около 350. Geekbench, если вам интересны результаты, показывает следующие. Троттлинг 30 минут на 100 потоках заставляет немножко задумываться. Сбрасывает практически сразу до 70% и потом спокойно работает уже в таком щадящем режиме. Средняя производительность 142 гипса, и это тоже не самый высокий показатель, который мог бы быть. Ну а теперь давайте посмотрим, будет ли троттлинг как-то влиять на игры. ФПС, конечно же, будет выведен сверху, как обычно. Начнем с танков. Графика максимальная. ФПС также держится на максимальную возможность в нашей ситуации отметки в 60. Держится практически стабильно. Иногда может, конечно, упасть пунктов на 5-7, но не более. Лагов нет, фризов нет, играть можно спокойно. Можно посмотреть и на телеметрии, и по динамике ФПС. Нагрев максимальный составил 36 градусов. Далее PUBG. Практически повторяет картину танков. Только ФПС максимальный уже не 60, а всего лишь 40. И это на средней графике. Лагов, конечно же, нет. Подтормаживаний также никаких нет. Отлично играется, ровная и спокойная игра. Бывает, конечно, скакнет ФПС, но это быстро приходит в норму. Средний ФПС, как вы можете видеть, почти 39. Все ровно, четко и спокойно. Но 40 это край. Ну что же, а если взять игру совсем тяжелую, конечно же, это Genshin Impact. Тут тоже результаты скромнее. ФПС край 30 с проседаниями, даже с такими солидными проседаниями, но недолгими. Особенно это заметно, когда много активности на экране. Тут может падать даже до 15-20. Во всех других случаях, в принципе, стабильно держится около 30, играть можно. Иногда, конечно, хочется поматериться, но есть как есть. Как видите, за час игры средний ФПС держится на уровне 25. Нагрев достиг 40 градусов. Яркость экрана со временем не падает. Как всегда, один час игры в Genshin Impact, что в начале, что в конце, яркость была на уровне 79. Нагрев был небольшой совершенно. Автономность в играх не хорошая, не плохая. То есть такая стандартная для такой батареи в 5000 мАч ушло за час игры 19%. Но обычно уходит 20, то есть здесь очень все близко. Друзья, ну а прежде чем перейти к обзору звука, памяти, автономности, камеры, хочу пригласить вас на свой ресурс. Телеграм-канал, где я каждый день выкладываю очень хорошее предложение со скидками, акциями, купонами, промокодами, как с Алиэкспресс, так и с торговых российских площадок. Хотите покупать все дешевле? Присоединяйтесь. Раз в два месяца разыгрываю несколько смарт-часов. И на мой второй канал, где проходит анонс со всех видео, выкладываю новости цифрового мира, делюсь своими мыслями и какими-то полезными инструкциями. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии, а мы продолжаем. Если он практически работает на голом андроиде, то из особых фишек системы выделить особо нечего. Все, которые есть, расположены в двух пунктах. LED-подсветка, мы с вами проходили, когда рассказывал о задней крышке. И второй пункт, это умный помощник, где разработчик как раз все свои наработки и засунул. Сетевой менеджер, вы можете отключить мобильный интернет или Wi-Fi для любого приложения, чтобы там не работало в фоне. Есть блокировка приложения, то есть для любого приложения вы можете отключить автозапуск, а включить возможность запуска этого приложения другими приложениями, запретить этому приложению работу в фоне и очищать фонные задачи. То есть через 5 минут после того, как блокировка произойдет, приложение будет очищено. Все это можно настраиваться. Здесь же есть настройка записи вызовов. Вы можете вообще отключить либо включить. Включить автозапись, тогда будут записываться все звонки. Или сделать так, чтобы вручную нажимать. И третья функция Show Float Button, это как раз вот эта маленькая красная кнопочка, которую увидели, когда я делал обзор звонилки. Ее можно скрыть, можно не скрывать. Все настраивается здесь. Дальше Freezer, это замораживание приложения. Здесь все просто. Ну и в принципе все. Настройки смарт-кнопки, это вот настраивает, какие действия будут делаться на эти две кнопки. Клонирование приложения в данном смартфоне я не нашел, но зато есть функция разделить экран. В принципе, ей вы можете воспользоваться. Батарея стоит на 5000 мАч. Есть быстрая, в кавычках, конечно же, зарядка на 18 Вт, которая стабильно свои 18 и выдает. За 10 минут заряжается до 15%, до 30 минут до 31%, за час до 49% и полностью заряжается от 1 блока за 2 часа 15 минут. Беспроводной зарядки нет. Автономность тут, как все по учебнику. Стандартный опыт просмотра YouTube в качестве 1080, на яркости 50%. За 12 часов просмотра ушло 78% заряда батареи. То есть, в простой пропорции получаем около 15 часов просмотра видео на одном полном заряде. И это, знаете, такой классический плюс-минус результат для 5000 батареи. То есть, неплохо, нехорошо, стабильно, нормально. Динамик в смартфоне установлен один, но звук, опять же, для одного динамика очень даже неплох, как мне показался. Давайте вместе послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы все слышали сами. Как я уже говорил, вот эту RGB-подсветку на задней крышке можно отключить в настройках. И тогда при воспреждении музыки будет только музыка. Оперативной памяти 8 ГБ, тип памяти стандартный для среднего китайца, это LPDDR4X. Расширить память нельзя, и слава богу. Внутренней памяти 256 ГБ сразу в базе, тип памяти уже по классике UFS 2.2. Поддержки SD-карт у нас с вами здесь нет. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим, что умеет это светящееся чудо при съемке фото и видео. Основная камера на 108 Мп Samsung HM2. Очень популярный датчик 20-го года выпуска для камер смартфонов среднего класса. Также есть 2-мегапиксельная макрозатычка без названия. И инфракрасная камера на 20 Мп Sony IMX350. Модуль 2017 года, который постоянно ставят в ночные инфракрасные камеры. Фронтальная камера аж на 32 Мп. Хорошо, да, от Samsung. Фотографии оставляют, если честно, очень даже приятные впечатления. Что небо, что елки, что деревья, получается фотографировать очень хорошо. Природа также получается отлично. Что касается цветов, то все нормально, кроме красненького. Его все-таки в некоторых случаях пересвечивает. Тест записи видео Юникерц Луна, или Луна, кому как больше нравится. Пишет 2К18720. Что нравится на первый взгляд, может быть потом на этаже будет по-другому. Не пересвечивает цвета. И красный, и синий, такой, как они на самом деле. То есть не подцепили китайскую болячку. Стабилизация не стоит цифровая, оптическая нет. Но все равно, как мне кажется, отрабатывает довольно неплохо. Звук вы слышите непосредственно со смартфоном. Автофокус тоже работает довольно-таки быстро. Селфи-камера пишет либо в 720, либо в 1080. В дополнительных режимах съемки ничего такого нет. Это возможность снимать инфракрасные фото, инфракрасные видео. И также макрофото и макро-видео. Но, к сожалению, макро работает здесь очень плохо. Ну и давайте потихоньку подводить итоги. Из плюсов. Отличная яркость для IPS-матрицы. Сам по себе экран очень приятный в использовании. Необычный дизайн. Металлическая рама. Автоматическая запись вызова без предупреждения. Bluetooth в последней версии. Хорошо оптимизированная камера. И много внутренней памяти. Из минусов. Может кому-то показаться он тяжеловатым. Все-таки 300 грамм. Да, когда обычные смартфоны весят там в районе 200. Нет повышенной частоты обновлений экрана. Троттлинг. Но здесь, надеюсь, поправится с прошивками чуть позже. Медленная зарядка. Все-таки 18 Вт это мало. И в такую цену, я считаю, должно быть как минимум 33. Ну и, возможно, нераскрученность бренда Unihertz. Хотя телефон он такие делает вполне достойные. В общем, аппарат, если честно, зашел, друзья. Даже без подсветки. Он сделан как-то, знаете, что оставляет вот такие вот приятные впечатления от использования. Приятные ощущения. Поэтому поклонник, я думаю, этого аппарата однозначно появится. На этом буду заканчивать, друзья. Ссылки на смартфон, конечно же, в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока.